Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Это первая серия на новом компьютере, первая серия в Full HD. Могут быть какие-то технические проблемы, я, конечно, потестировался... О, опять дождь пошел, ну что ж такое? Потестировался, вроде никаких багов нет при переносе на новую систему, были сложности, но вроде как я все решил. Ну и, собственно, давайте осматриваться. Я, честно говоря, не помню, что нам нужно делать с момента последнего... Так, вот тебя я помню, Минотавр. С момента последнего запуска прошло довольно много времени. Хорошо. А знаете, в Full HD это все выглядит еще лучше. Так, ну и что? Я не помню. Сейчас давайте посмотрим квесты. Мне нужно пойти в город Бравил, или Бравил, и устроить засаду около старой статуй, известной как Счастливая Пожилая Леди. Рисной эльф по имени Ангалим посещает эту статую каждую ночь между шестью часами вечера и часом ночи. Хорошо. Нужно отметить, что Ангалим им предупредили, а в опасности он почувствует... Так, атакует первым. Но я думаю, мне будет проще это сделать, чем кому-то не было. Просто потому, что я все-таки очень скрытный персонаж и вооружен луком. Я думаю, разберемся с ним в легкую. Хорошо, пойдем. Стало быть, Бравил. По-моему, этот город Клака какая-то. Вот эта статуя. Так, а время у нас... Понятно. Придется целые сутки прождать. Скоро у нас утро будет. Так, ну что, желательно бы забраться к кому-нибудь домой. Дотведать крови. Или лучше... Так. А, кстати, меня давно просили показать статистику персонажа. Ну вот, смотрите. Вот такое вот оно. Здесь у нас все вот так. Ловкость. Видите, какая скорость. Это нам очень нужно. Уровень седьмой. Со скура. Обливин оверхул. Уровень набирается гораздо медленнее. Это, по-моему, круто. Темный Браслодушитель. В остальных гильдиях пока стажер, там, карманник и того подобное. Собственно, прошло 58 дней с того момента, как мы появились в этом мире. Так, теперь нам нужно зрение охотника. Посмотреть, где здесь у них есть бомжи, с которых можно будет кровушки попить. Я думаю, нам это сейчас не помешает. Все, уже скоро будет утро. Вот еще одна статуя. Прикольно. Вообще красивый такой городок, да? Ну как красивый? Уродливый страшно, но... В какой-то мере неплохо. Хорошо. Бомжей что-то я тут не вижу. Несмотря на то, что город явно такой, виду, в лучшие деньки. Опа-па. Это что это там? Да-да-да. Отлично. Так, забираем свою стрелу. И здесь у нас пища. Жалкая я. Ты такая жалкая. Хорошо. Покормимся. Пока вроде никто нас не видит. С утра она обнаружит на своей шее две маленьких ранки. Но она, конечно, не поймет, что произошло. А нам хорошо. Так, теперь... Утреет уже. Как бы мне прождать по-нормальному. До шести вечера следующего дня. Ну, я думаю, оптимально будет переночевать тут. Там же посмотрим. Что интересного она около этой статуи делает? Что за традиция такая глупая? Здравствуй. Доброе утро. Продолжай. Что, по слухам, знаешь? Говорят, и Ториенус опять взялась за географию Тамриэля. Она очень много знает. Окей, спасибо. Мне надоело болтать. Да, мне тоже не очень интересно было. Нормально, да? Багрум. Я Багрум Грогалаш. Хозяин постоялого двора, одинокий странник. Возможно, снаружи он выглядит не очень-то. Но это все из-за бровильской погоды. Ну да. Расскажи про город. У одной здешней женщины, урсанный лог, пропал муж. Возможно, ей не помешает помощь кого-нибудь вроде тебя. Что значит, вроде меня? На что ты намекаешь? Да. У меня есть комната. Давай. Это вверх по лестнице, на последнем этаже. Единственная комната. Там две кровати. Ну, Кадюшник, похоже, тот еще. Две кровати в одной комнате. Надеюсь, рядом со мной не будет сосед, который будет храпеть и пердеть всю ночь. Ну, ладно. Если что, мои волны. Привет! Доброе утро! Как дела? Что интересного? Ходят слухи, что народ пытается захватить весь Солстейм и вытеснить оттуда имперских легионеров. Норды вообще воинственная раса. Нордами? Печальные новости. Пока! Так. Пока! Пока-пока. Кто-то выбрал. Она около окошка. Прикольнее. Так, проспим. 12 часов. Для нас, я думаю, будет в самый раз. Надеюсь, голод опять не проснется. Без причины. Потому что мы же только что откушали вроде. Так, хорошо. Вам снится, что вы на роскошном банкете. Перед вами отличный кусок жареного мяса. Отроматывая у вас текут слюнки. И только когда вы отрезаете последний кусочек, вы замечаете, что мясо кишит червями. Вы харкаете кровью, когда черви начинают прогрызать себе путь через ваш желудок. Ты плохо чувствуешь. Отлично. Это ты? Вы что приперлись сюда? Я тут... Нормально. Так, я опять голоден. Давайте, знаете, мы подождем еще часика три. Как раз все местные лягут спать. У нас будет прекрасный повод сходить к статуе. И, возможно, с кого тут кормиться. Приветствую. Приветствую. Что вы тут делаете? Как дела? Что интересно? Какая высокая. Недавно мне повстречалась пара гризовых крабов. Противные создания. По крайней мере, они медлительные и не очень умные. Однако, грешни у них очень москва. Я тоже не люблю гризограбов. Удачного тебе. Добрый вечер. Хорошо, выходим. Я прошу всего лишь одну монетку. Если сейчас же ляжешь спать и позволишь покушать себе, то запросто. Пока, извини, нет. Так, ну хорошо, давайте к статую. Посмотрим. Сейчас, по идее, может что-то и получится. Похоже. Смотри, он меня заметил. Блин, как с такого расстояния можно заметить вообще? Так, тихо. Опасно, кстати говоря. Так, все. Считай, спрятался. Я думаю. Сейчас мы его... Нет, не спрятался. Хочу из-под тишка убить. Так, я думаю, будет интереснее. Блин, да как ты меня можешь видеть? Это же неправда. Что ж ты застреваешь-то сегодня за все? Фух, хорошо успокоился. Короче, он видел какую-то непонятную тень. Все время они шныряют тут. У меня уже нервы начинают шалить. Что это? Эээ, окей. Ааа. Так, больно. Стрелу бы получше поставить, конечно. Давайте посмотрим, что у нас там еще осталось в наших загашниках. Железные, стальные, серебряные. Давайте его электричеством шарахну три раза. Понимаете? Хорошо. Начинаем. Так, теперь вернемся на остальные. Почему нет-то? Хорошо. Временами, конечно, местные квесты выполняются довольно странно. Да что ж такое, ну? Тихо. Тихо. Стреляй. Мда, придется подождать. Тихо. Опасно. Добрая стрела может стать последней, как для меня, так и для него. Ну, хорошо. Анголим мертв. Мне нужно отправиться в Энвилл. И забрать там свою награду и новое задание. Тайник находится в бочке, около городского круда. Нет. А какие? Нет, я опоздал. Я думал, что смогу успеть сюда вовремя. Думал, что смогу остановить тебя. Именем Ситиса. Что за безумие овладело тобой? Это предательство по отношению ко мне. Какого черта? По отношению к темному братству. Почему? Я пришел, чтобы покончить с тобой. Чтобы... Но... Я вижу смятение в твоих глазах. Ты... Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю. Так ведь? Обалдеть. Что происходит? Я буду молчать. Сам уже все решил, похоже. Твой первый контракт был на убийство Селедена. После этого погибла семья драконисов, как и было приказано. Затем предательство. Тайники оставались нетронутыми. Твои жертвы продолжали жить. Вместо них, один за другим, умирали члены Черной Руки. Ошибись. Гаста, Шалис, Алвал, Увани, Хавилстон, Морозная Кровь, Уведомители и Душители. И Ангалим, сам слушатель. Обалдеть. Оставшиеся в живых члены Черной Руки знают, что на тебе нет вины. Они знают, что ты всего лишь выполняешь приказы. Они думают, что предатель я. Хорошо, молчи. Разве ты не понимаешь? Предатель как-то подменил распоряжение и направлял тебя к ложным тайникам. Нас с тобой провели, друг мой. Мы должны выяснить, кто стоит за этим предательством. Времени у нас немного. Черная Рука охотится за мной и днем, и ночью. Они хотят моей смерти. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся к следующему тайнику, спрячься и дождись того, кто положит туда фальшивый контракт. Выяви личность настоящего предателя. Затем навести меня. Учти, Форт Фарагуд больше не безопасен. Он находится под наблюдением Черной Руки. Я буду в Эпл-Водче. На ферме, где погибла от твоей руки старуха Драконис. Там безлюдно и безопасно. Теперь иди. И да поможет нам всем Ситис. Вот это поворот. Офигеть. Это лучшая цепочка квестов. Узнай имя предателя. Мы положим конец этому безумию и восстановим власть Черной Руки. Обалдеть. Все это время. Все это время я выполнял непонятные приказы. Ну хорошо. Я все-таки, знаете, думаю, что что-то тут нечисто. Блин, опять этот дождь. Все родили постоянно какой-то, я не знаю. Может осенью у них тут. Хотя, если по погоде судить, то все-таки конец лета. Так, ладно. Мне нужно подлучиться и попить кровушки. Потому что у меня голод. А потом отправимся. Выясним, что же происходит. Как там сейчас по времени-то у нас? Пол двенадцатого ночи. Хорошо. Ты там спишь, нет? Да, похоже на то. Вот и наша пища. Все, и можно выдвигаться отсюда. Я думаю, Теннигрих нам поможет в этом. Так, хорошо. А жизни не прибавило, да? Ну ладно. Придется вручную, как обычно. Вот это было неожиданно. Как он меня заметил вообще с такого расстояния? Я хотел более красиво эту кость выполнить. Ну да ладно, в принципе. Ничего страшного. Так. Нам нужно... двигаться... 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 в Энвилл. В Энвилле мы не были еще ни разу. Хорошо. Давайте к конюшням. Я думаю, там как раз будет день. Пару дней дорога займет туда. Ну да. Так, мне не жжет. Вроде все в порядке. Да, в Full HD оно все выглядит, конечно, поприятнее. Хорошо. Красивое место. Пока что самый красивый замок, что я видел. Так, что-то туман у нас тут. Ой, я обожаю это. Тоскура обливана вверху. Он настолько игру меняет в лучшую сторону, что просто как будто что-то новое. Кто поможет старому нищему? Никто. Иди работай. Блин, ты посмотри, какая красивая местность. Я, похоже, нашел свой любимый город. Я хочу поселиться здесь, купить дом. Хотя Лейевин тоже неплох. Но, согласитесь, это гораздо круче. Так, кстати говоря, надо музыку маленько убавить, чтобы... он не заглушал игровые звуки. Потому что, помню, в прошлый раз пришлось это сделать. Зрители просили. Так, ну. Нам тут затаиться, похоже, придется, да? Оп, какая ловкость. Награться, как кошка. Так, нам сюда нужно прийти... Сколько... Хорошо. Что такое новое тело? Поломничество. Рассказывает о таинственном пророке, который проповедует около оскверненной часовни дебилы в Энвиле. Необходимо выяснить, знает ли он, кто и почему атаковал часовню. А, ну это вот тут вот где-то. Новая тема. 8 и 1. Это, по-моему, дополнение какое-то было. 8 и 1. Так. Где она? Не вижу. Хорошо. Ладно, не важно. Пока что мы тут не за этим. Красивая, да, статуя. Очень крутая. Так, бочка. Пока пустая. Сколько нам тут ждать придется, интересно. Хм, а не ты ли? Так, интересно. Тихо, меня видят. Интересно, кто? Он или он? Да, это он. Так, что дальше? Мне нужно убить. Так. А вот, теперь нам нужно с ним поговорить. Я, конечно, не стал бы разговаривать, если попытать только там его причинить увечья за то, что он сделал. Расспрашивать его. Хорошо. Я? Мне очень жаль. Я не хотел сделать ничего плохого. Это все человек в робе. Он... Он заплатил мне, чтобы я положил эти вещи в бочку. Я не знаю, как его зовут. Его лицо было скрыто в тени. Он позвал меня вчера, когда я шел мимо маяка. Думаю, он живет там. Или жил. Он сказал мне, что покидает Анвел. Прости, но это все, что я знаю. Говори. Этот маяк, он находится рядом с городскими стенами. Я думаю, человек в робе жил там довольно долго, в... в подвале. Я не знаю, что происходит в этом подвале, но из-под двери, ведущей туда, просачивается ужасный запах, как будто там кто-то умер. Слушай, это все, что я знаю, правда. Может, Ульфгар Туманный Взор расскажет что-то еще? Он смотритель маяка. Возможно, он сдал подвал в аренду. Поговори. Поговори с Ульфгаром. У него наверняка есть ключ от подвала. Если ты хочешь спуститься туда, пожалуйста, отпусти меня. Расскажи-ка мне про атаку на часовню Энвилла. Ужасное преступление. Все в часовне убиты. Кто и почему сотворил такое? Этим мы займемся потом. Просто... просто оставь меня в покое, хорошо? Мне не нужны проблемы. Как один персонаж может говорить тремя разными голосами? Это что, он чревовещатель, что ли? Я не пойму. Лишние свидетели наших темных девишек. Где моя стрела? Урод. Ой, твою мать. Бежит уже. Бежит. Ладно, давайте-то я не буду так делать. Все, иди своей дорогой. Фух, хорошо. Так, ну что, нам нужно к маяку. У нас тут все так против. Убивать мы его не будем. В принципе, его можно убить и даже никто не заметит этого. Потом лутать на глазах у стража не стоит. Ну да ладно, это не обязательно. Хотя, конечно, он явно ввязался не в свое дело. совершенно не вызывающее подозрение личность такая. Особенно черные блани красивая архитектура здесь. Что тут вообще? Ладно, притопим. потом полностью этим городом займемся, как всегда, позже. Сначала разберемся с такими квестами. Вообще, тут каждый город просто напичкан эпичнейшими квестами, но в данном случае, я думаю, всем этим стоит заняться чуть позже. Хорошо, что это за фигура в Балахоне? Интересно мне. Вон маяк. Это что за руины там? Нужно быть аккуратным, потому что я чувствую, человек опасный, если это человек, конечно, пахнет оттуда мертвыми. Кто его знает, что это такое? Не удивлюсь, если лич какой-нибудь. Так, тихонько. Нужно по-тихому все делать. Камин разожжен. Доклад. Так. Так как книга строго необязательная, прочитаем ее вот так вот на паузе. Как мы практикуем? Слишком уж она большая, как видите. обалдеть. 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 Я бы всю серию читала. Так, руководство по оружию. Ничего не дает мне? нет. Уже не зря зашли. Хорошо. Давайте аккуратнее. не будем забывать, зачем мы здесь. Окей. Так он наша цель, что ли? Ну-ка. И что тебе может быть нужно? Я хочу получить ключ от подвала. О! Да что ты! Из чего это вдруг я должен отдать его тебе? Молча посмотрим на него. Ну хорошо. Тебе действительно удалось вывести меня из себя. Получай! Ты что ли совсем перепутался? Давай, догоняй меня. Так. Никто не заметил разборку на холме. Вроде все чисто. Ну шо ж. Сам выбрал свою участь. Отлично. Кстати, мне показалось или не отображаются воткнувшиеся в персонажа стрелы. У меня есть ключ от подвала маяка Энвила. Держал предатель. Нужно открыть дверь подвала и обыскать его. Такой трупик на холме явно не к добру, да? Поэтому давайте мы его спрячем чуть пониже. ну давай, 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 давай. Вот, отлично. Тут ты сгниешь и никто даже не узнает, что ты тут был. Костяшки только если найдет кто. Так, хорошо. Подожди, подвал у нас не тут. Туманно-то как. Ну мне это на руку. Для меня самые оптимальные погодные условия либо ночь, либо туман, либо дождь проливной. Третья дверь. Отлично. Так, ну, подожди, я что-то был только что. Что за бред? Вот. А где вход в подвал? Я не понял. А, вот он. Понятно. Так, мы внутри. О, мертвая псина. Я в подвале маяка Энгела. Теперь нужно обыскать его, чтобы найти улики, указывающие на личность предателя темного братства. Или на его мотивы. Так, не то. Пардон. Пардон, Эмоа. Что-то тут есть. это, похоже, собака. Пёс. Давай. Ёлки-палки. Ну, черта себе. Какого чёрта тут происходило вообще? ёпона мать. О, какая пакость. Ты ещё и гробы раскапывал, что ли, кто-то ни был. Спал тут в этой вонище. Так, хорошо. Вроде бы каких-либо письменных зацепок я не нашёл. Это что за вино? Дешёвое. Так, собака нападёт, интересно? Нет? Первый. Второй. Попадёт. О! Да, дела. Голова матери. Мать ночи, что ли? Перегружен. Так, что-то придётся выкинуть. Допустим, вот это вот. Что она тут делает? Хорошо. Это достаточная зацепка, нет? Голова матери. Обалдеть. Всё в порядке, мама. Дело почти сделано. Я уже близко. Так близко. Как же долго мы боролись за это. Как долго ждали. Я знаю, слишком долго. Но всё почти кончено. Я обещаю. Убить его. Убить, 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 убить. Обалдеть. Мамочка спит на подушке. Голова. Пришёл человек, и вот мама мертва. На папинах руках твоя кровь разрушила. Он жизнь и убил любовь. Ненавижу. Всё это притворство. Всё это ложь. Будь проклят. И си, отец, и пять догматов. Сколько же мне ещё жить по их правилам? Сколько ещё, пока я не получу свой шанс? Я видел Люсиена Лошанса вчера. Он был в убежище. Разговаривал с отчилой. Он был там. Я видел его так близко, что мог бы за секунду сломать его хребет. О, матушка, никогда раньше мой самоконтроль не подвергался такому суровому испытанию. Отвратительная ирония. Ведь мне позволила сдержаться дисциплина, которая меня научила тёмное братство. Я так долго был в их семье, что это стало частью меня, хочу я этого или нет. Но всё это время я обманывал их. Они думали, что я их настоящий собрат, верный член семьи. Однажды, и очень скоро, я узнаю правду о матери ночи. И когда я это сделаю, я использую их доверие, чтобы подобраться к ней поближе. Достаточно близко, чтобы я мог отсечь её голову от тела так же, как Люсиен Лошан сделал с тобой. Так давно, так давно, будь она проклята, всё мамочка. Но почему же всё так? Мария была так прекрасна, почти совершенствовала. Почему она не смогла перенести правду? Почему она не смогла понять, что её семья на самом деле не любит её? Она была убийцей, как и все мы. Ей платили, чтобы она убивала во имя Ситиса. Я правда думал, что мы сможем быть вместе, что у нас будет настоящая семья, настоящая любовь. Но она сказала мне, что никогда не займёт твоё место в моей жизни. И теперь её нет. Она не заслуживала жизни после тех ужасных вещей, что наговорила про тебя. Мне не следовало рассказывать ей всё, что я знаю. Прости меня. Этого никогда больше не случится, и остальные не найдут её, не волнуйся от неё. И ничего не осталось. Я люблю лежать в траве и смотреть на муравьё, на муравьёв. Я так хотел бы быть одним из них, жить в подземном лабиринте. И так безопасно там нет гадких людей, мерзких людей. Я убью их, всех убью. Муравьёв убью, людей убью. Всё живо. Твою мать. Жутко. Я сделал это мамочке. Я убил их всех. Я убил их и прокал, чтобы они нежитью бродили по своему кораблю. Вечно. Они пришли поговорить со стариком на маяке. Когда они увидели меня, они могли просто пройти мимо. Но нет. Они начали смеяться. Они смеялись надо мной. Мамочка. Они обзывали меня. Они сказали, что я странный, что я человек-крыса, живущий в подвале маяка. Они не знали, с кем имеет дело. И вот я поднялся на борт корабля тем же вечером и перерезал им глотки. Всем им да. Вот так и след змея. Анвельский корабль призраков. Вот как он теперь будет зваться. Ха-ха. Какие прекрасные новости, мамочка. Наконец, повышение. Люсиен Лошанс сегодня заходил в убежище, чтобы поговорить со мной. Он рассказал мне, что черная рука нуждается в моих услугах. Один из уведомителей собирается взять себе нового помощника, после того, как прежнего убили при выполнении контракта. И Люсиен Лошанс предложил меня. Я встретился с уведомителем и теперь служу ему как новый душитель. Ха. Лошанс мог бы просто дать мне контракт на уничтожение самой матери ночи. Теперь я еще на шаг ближе к выполнению нашей мечты. Теперь я узнаю, кто эта мать ночи и вырву сердце из ее груди. О да. А вот для Лошанса я приготовил кое-что особенное. Мама, я так боюсь. Я скучаю по тебе, мамочка. Хочу, чтобы ты поцеловала меня опять. Папа молился. Угадай, кто в дверях. Человек с Ситиса именем Ноустах. И он ушел, но пришел. Затем опять я дрожу. Забившись под кровать, он достал проклятый клинок и поднял над самый потолок. Под самый потолок. Со стуком падает твоя голова. Это конец. Моя мама мертва. Я лежу в страхе. Открыл рот. Хочу кричать. Крик не идет. Я ничем не мог бы тебе помочь, но поклялся. Я в ту ночь братству заплатят сполна в содеянном их вина. Разлучили нас, а не потом придут другие дни. Я найду и убью их, мать. Хоть не пустить. Мне время спять. Мне начать откуда-то. Надо телу отцу земля. Была рада. Но праздник будет в день и час, когда умрет первый... Ой, умрет. Плюс я на шанс. Офигеть. Зеленый, синий, красный, желтый, орань. Понятно. Я был обеспечен. Слишком обеспечен. Тела, поджоги, убийство глупца, бланшара было худшей моей ошибкой. Меня заметили. Я закутался в плащ и исчез в тенях. Никто не узнал меня. Но черная рука теперь на стороже. Они подозревают предательство. Ищут предателя. Мне нужно проявлять предельную осторожность. Люблю лежать снегой зимой и ждать, когда придет покой. Я подменил их. Подменил тайные приказы. Это было так легко. Я просветывал за лошансом от его логовок в форте Фарагуд до тайника. А после того, как лошанс положил приказ и ушел, я подменил его. Это было так просто. Теперь этот глупый душитель лошанса будет работать на нас, матушка. О, какое удовольствие. Один из черной руки сказал мне, что они давно уж уже не встречали такого честолюбия и целеустремленности в члене семьи. И я использую это честолюбие в своих целях. Тупица не подвергнет сомнению приказа. И пока я пишу это, душитель уже направляется к своей первой цели. А это один из членов черной руки. Итак, началось. Душитель лошанса убьет сначала одного высокопоставленного члена братства. Потом еще и еще, пока вся семья не взбесится. А тогда, как требует обычай, выжившие будут искать советы матери ночи и просить ее указаний. Когда настанет этот день, я буду там, готовый вонзить клинок в черное сердце этой шлюхе. Люсьен Лошанс умрет. Заду наперед написано. Крыша поехала просто обалдеть как. Мною обнаружен дневник предателя. Выяснилось, что он состоит в темном братстве многие годы и теперь является членом черной руки. Его цель отомстить Люсьену Лошансу и всем членам братства за убийство его матери, совершенной еще когда он был ребенком. Он замышляет убить мать ночи. Нужно немедленно доставить эту информацию Люсьену Лошансу на фирму Apple Watch. Фу, хорошо. Устал читать. Но это было очень интересно. Надеюсь, вам понравилось. Давайте на этом прекращать. Увидимся в следующей серии. Направимся на фирму Apple Watch. Будем решать как-то этот вопрос. По-моему, эти квесты просто великолепны. Я, честно говоря, удивляюсь. Не ожидал. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok